ну что с первым днем весны сегодня 1 марта 21 года мы эту зиму пережили свои цели я не выполнил я шел на 89 сейчас у меня вес составляет 97 3 результатом в принципе доволен сдвиги есть но сейчас я поменял свое питание полностью перешел на 1900 1800 калорий я сейчас буду ежедневно записывать влоги показывать как питаюсь и посмотрим займи за неделю сколько я скину готовы прожить эту неделю в самой тогда подписывайтесь прожимать лайки дизлайки колокольчики и будем вместе смотреть можно ли скинуть вес за неделю ну что дела утрешние сделали всех развезли теперь пойдем завтракать на завтрак я хотел покушать рисовую кашу вчера попросил жену приготовить она сказала я приготовлю ближе к ночи чтобы посвежее было но конечно же она уснула и ничего не приготовил сейчас посмотрим может быть приготовлю овсянку я уже ее ем пятый день поэтому как бы в принципе без разницы главное чтобы была каша сухофрукты сделаю салат много творога кофе или чай посмотрим погнали кстати скоро 8 марта что кто учу будет давить своим женщинам мамам женам дочкам тетям дядям у кого-то может быть и дядям мы с братишкой решили подарить маме золотые часы вот она сама попросила но она хотела конечно какие-нибудь я не знаю обычные часы просто как украшение но мы решили точнее я решил сделать и хороший достойный подарок вот поэтому мы решили скинуться и подарите хорошие часы жене подарю спортивный костюм и кроссовки дочке не знаю пойдем в магазин и что-нибудь подать тещи жена сама что купит и подарит я не знаю что там еще будет сейчас салат нарезочка вот этих не фруктов хватает на 3 салата то есть я по половинке делаю на три части делю и три приема салата хватает поэтому кто думает что питаться правильно вредно ну вредно не знаю мама считает что это дорого как бы я поспорил конечно разные виды есть питание то есть есть питание которые содержат себе морепродукты какие-то дорогие виды мяса экзотические виды фруктов да а если по лайту по этому делать то в принципе можно прошить в принципе в принципе нужно искать продукт которые сезонные то есть я не знаю кто в каком районе живет у кого как у нас как бы принципе мы живем на юге но у нас продукты овощи точнее очень дорогие данный момент не знаю почему у нас огурцы стоит среднем 1000 тенге это на рублей где-то 200 рублей самый дешевый ну можно найти еще дешевле ну там совсем никакие помидоры более-менее чтобы ощущался вкус помидоров стоит где-то 1500 это 300 рублей можно найти дешевле но там вкуса не будет просто одно название что это помидор хотя мы живем на юге у нас недалеко от нас и ташкент и шимкент тот же самый у нас есть в казахстане такой город который очень теплый находится прямо недалеко от ташкента и так в принципе все все растет очень быстро не знаю вот такие у нас цены просто я смотрю россию да там каких-то блогеров каких-то людей и смотрю их цены и просто поражать у них что-то намного дешевле чем у нас хотя они живут та же самая москва что в москве что они там выращивают у них ничего нету они все завозят даже если есть что-то на районе но все равно то ли в москве выращивать то ли выращивать у нас я всегда поражался вот этой системе почему так в москве в россии дороже то что у нас растет и у нас проект производят них все как бы все российское все ташкент таджикистан то же самое что у нас у нас это дороже стоит во первых во вторых мы это сами можем короче сегодня должны прийти мои шмотки не знаю придут не придут там написано с 27 по 3 что ли марта если придут запишу влог обязательно запишу влог сейчас я отключусь потому что буду готовить кашу чтобы время не занимать как приготовлю сниму то что получилось и покажу расскажу что то как вот такой сегодня у нас завтрак короче овсянку не захотел варить нашел гречневые хлопья с изюмом и с орехами будет каркаде чай овощной салат ну и все в принципе и я думаю может быть немного творога посмотрим как насыть если насыть что не буду если это то добью все всем приятного аппетита покушаю включить попозже что вроде чувствую себя лично начал идти на поправку и решил так сказать открыть весенний сезон пробежкой сейчас уже бегу 42 минуты конечно каких-то грандиозных результатов на сегодня не буду делать потому что я проболел четыре дня практически поэтому можно сказать восстановиться потихоньку начну ходить весенний ритм вот слушаю подкасты записываю видео не знаю с каждым днем я просто влюбляюсь влюбляюсь в пробежку знаю с чем это связано вообще вот кроссовки бегу в летних потому что я вообще никогда не думал что я буду бегать зимой этим кроссовкам уже лет семь и это еще один ответ почему нужно покупать дорогую брендовую не обязательно дорогую я вот эти вот кроссовки брал на скидке за 12к это было очень давно тогда в принципе 12000 немало было уже вот но я их уже ношу столько времени убивая просто в хлам и побегу они конечно в состоянии уже но они не предназначены просто были такого долгого не знаю сколько в них пробежал уже километров ну думаю они у меня километров 500 только бега намотали помимо тренировок мелких каких-то работ челноков прыжков и так далее сейчас добегу пойду домой о помоюсь бала пообеду потом поеду поработаю немного пришли костюмы жене который заказал сделаю сегодня распаковочку покажу костюм крутой адидасовский что-то вроде бы классика спортивных костюм черных и хочу сейчас ей наверно завтра послезавтра пойду куплю изи точнее закажу я их думаю до 8 марта точнее они вообще на новый год на день рождения у нее 26 марта день рождения я хочу и на день рождения подарить вот так что сейчас добегаем моемся включимся уже с дома может быть даже с машин конечно март бомбит с таких вот четких подарков наконец-то пришел мой кейс для макбука долго шел я стал замечать что именно дорогие посылки очень долго идут с алиэкспресс дешевые прилетает практически неделя-две блин внутри максим это шел почти два месяца это жесть отдал за него почти 20 долларов сейчас пришел еще костюм поеду забирать он поеду за женой и поеду делать свои дела не показал обед был на обед у меня тушеная капуста жареный нут и два оладья были без сахара просто жареные там яйцо мука и чуть-чуть молока и чай сейчас был когда на почте забирал и бабушка сидела но видать это ли глухая то ли я не знаю старенькая очень старенькая бабушка и деньги закончились в одной кассе и она получается очередь дождалась и нужно было идти на другую соответственно она может быть и не слышала и объясняют она сидит говорит ну не понимает что надо переходить а тут эти сидят смеются сзади это просто жесть блять я им говорю ну вы такие же будете мы все такими же вы зачем вы смеетесь вроде бы старые не старые женщины взрослых это просто жесть нужно так уважайтесь взрослых старших старых потому что мы сами будете таким сейчас едем забирать костюм что пока приехали с супругой давай посмотрим сделаем распаковку этого супер кейса который я ждал чуть ли не всю свою жизнь ждал очень долго такой вот желтый пакет упаковали конечно и я вообще мое почтение для любая нога китайского или нашего местного и все салам алейкум подарков никаких конечно нету так кейсе идет он был не просто кейс пока вот покупка типа фирменный кейс по макбук сериас по 13 а что там или нынчайно здесь идет вот такая вот упаковка точнее это накладка клаву и а тут еще затычки всякие по тайп сиху и тси короче тут еще на дисплее у нас пленка прикольный комплект я поэтому думаю почему такой дорогой оказывается поэтому неплохая гелевая вот такая вот клавиатура прикольная сопля короче вот самое главное самое главное наш кейс ли но они конечно молодцы китайцы положили с этой тряпкой вообще жесть сегодня будет процедура наклейки на дисплей это жесть я никогда не клеил на дисплей так и вот он чехол взял черный мат раскрывать пока не буду в принципе вроде бы не поврежден все нормально посмотрим дома как смотрится короче вот так это все смотрится чуткие матовый цвет теперь пришлось чуть-чуть поколхозить так как у меня переходник стоит вот здесь он получается там не подходил пришлось чуть-чуть подрезать и вот такая штука получилось наклеил уже стекло наклеил уже гелевую пленку на клавиатуру получилось очень круто сейчас пойду за своей женой встречу ее дочка уже на гимнастике а мы прогуляемся чуть погода классная правда все тает мерзко ну ничего это весна такой весна и должна быть короче на вечер у нас такой вот ужин будет решили пасту хотели просто макароны с яйцами но решил быстро женой накидать пасту макароны цельнозерновые здесь лук грудинка томатную томаты будет немного кетчупа добавить чтобы побольше и паприка готовить вот оно все это у нас режется погнали вот такое вот блюдо получилось тут лук огурцы горох приятного аппетита будем вот так вот прошел мой сегодняшний день много сделал интересного много продуктивного когда снимаешь на камеру и нужно что-то показывать и появляется какие-то новые действия новые какие-то интересные мысли и продуктивно проходит день завтра также продолжим в том духе пойду сейчас монтировать влог завтра есть много вздумок я думаю удастся реализовать благодаря вам поэтому подписывайтесь поддерживайте меня лайками комментариями увидимся уже скоро пока